Обмен и восходящая звезда интернета Волына. Приветствую, друзья! Хочу посвятить этот ролик резонансной сейчас теме обмена. И резонансом по факту в этой теме стало то, что 43 АЗОВца обменены были в числе других военнослужащих ВСУ. И это вызвало определенный резонанс в соцсетях. Я не мог понять, почему такой же резонанс в свое время вызвала Тайра Сайра. Но вот тут уже 43 АЗОВца, которые пошли на обмен. Кстати, свое мнение можете написать в комментариях. Ну а также я упомяну интересные тоже детали, на которые мало кто обращает внимания. Международного масштаба. Когда говорят о встрече G7, G7, о встрече НАТО, о саммите НАТО. Но на самом деле это процессы, которые напоминают Средиземное море. А более масштабные процессы и переговоры, которые идут в том числе между Россией и другими странами, напоминают Тихий океан. То есть океан и море сравнить. Но больше все обращают внимание почему-то пока что на это море. Но сейчас непосредственно по обмену. Вообще-то эта ситуация достаточно сложная, щепетильная. И придавать ее огласке лишний раз иногда не стоит. С одной стороны. С другой стороны, ситуация в том, что вот именно касаемо вот этих 43 азовцев. Больше это как раз таки вопросы, как на мой взгляд, Зеленскому. Потому что получается из количества военнопленных, которые находятся сейчас в России, военнопленных украинских, берут именно часть ВСУшников и 43 человека азовцев. Ну а пограничники, нацгвардия, ВСУшники, то есть как вы видите, в данном случае все-таки в меньшей степени рассматривались с Зеленским в качестве обмена. Я уже не говорю, что по сообщению тех же украинских СМИ, что тяжело раненые, с тяжелыми травмами те же азовцы. И, собственно говоря, навряд ли они смогут продолжать боевые действия. Ну а также некоторые обратили внимание на судебное заседание по НАЦБАТу, которое было перенесено. Это я оставлю пока без комментариев. Для меня вообще это темный лес. А по этой теме обмена, ну всегда идут определенные сложные переговоры, какие-то договоренности, различные нюансы, которые, в принципе, обычно общественности и не нужно знать. И люди, которые этим занимаются, ну, наверное, понимают то, что они делают. И я хочу еще обратить очень важный нюанс, который, в принципе, вот на фоне этого резонанса определенный. А нюанс этот следующий. Звать его Волына. Да-да, именно тот самый Волына. И сейчас немало различных фрагментов с его интервью разошлись по соцсетям. Волына настоящий военный. Как видите, пока его менять вроде бы не собираются. И когда я размещал его фотографию с веником в соответствующем заведении, я там еще подписал к этой фотографии инициативу, которая рассматривается в России. Предоставлять украинским военным, военнопленным российское гражданство, если они не участвовали там в каких-то событиях, ну и так далее. Вот это почему-то мало кто замечает. А это очень важные такие вот звоночки. Потому что с одной стороны Волына настоящий военный. До этих всех событий имел определенную прошивку, так это назовем. И из его интервью мы узнаем много, очень много интересного. К примеру, можете на моем телеграм-канале посмотреть коротенький фрагмент, как он оценивает, что такое террабарона. Что такое нацгвардия и что такое пограничники. И очень многое станет понятно, почему у Зеленского вообще дела так плохие. В России количество военнопленных в СУ гораздо больше, чем у Украины российских военных. И то, что Зеленский сейчас преподносит как некую даже свою победу, вот смотрите, мы договорились, мы смогли, и на самом деле оборачивается в каком-то смысле против него. Через время я еще сниму, наверное, мнение по этому поводу. Я всегда вам говорю, что некие события нужно рассматривать на расстоянии. И вот сейчас по Волыне я вижу интересную тенденцию развития ситуации. С одной стороны, еще раз повторюсь, это настоящий военный. Во-вторых, в своих интервью он сейчас дает очень важную информацию. И если логически выстроить, как может развиваться ситуация по тому же Волыне и другим бойцам ВСУ, которые находятся в России сейчас, или же в ДНР и ЛНР, в качестве военнопленных, то вот эта вся ситуация может сыграть очень не в лучшую сторону для Владимира Зеленского. А вот для России это может сыграть в лучшую сторону. Поэтому, как обычно уже не первый раз я вам говорю, наблюдайте. Через время ситуация будет интересна и иметь определенное продолжение. По этой теме на сегодняшний момент пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.